привет девчонки это маша так то педикюр я себе всегда делаю сама ну вот впервые в жизни побывала клиентом на педикюре незадолго перед родами я просто вынуждена была потому что нагрузка на ноги уже большая порядке держать нужно а дотянуться уже не получалось очень не люблю когда мне кто-то что-то с педикюром делает я это еще в детстве поняла но ситуация безвыходная я собрала всю волю в кулак и пообещав себе что буду просто клиентом позвонила в именитый салон и записалась на процедуру я еще в работе заметила грубую ошибку но встревать не стала потому что ногти не зубы отрастут и зачем нервничать на сносях и нервировать мастера ну и вот когда я смогла дотянуться до ног четко видно что была права раньше многие такие в маникюре кстати страдали но с руками мы уже все коллективно разобрались осталось с ногами разобраться видите как ноготь крошится по бокам острые куски ногти торчат выламываются помимо моих стандартных под ногтевых мозолей которые уже сами по себе болючие прибавились осколки ногтей это просто ногти опиливали спилочкой по бокам под нижнюю параллель пилкой подлезть нельзя и пилились боковые стенки ногтям пилились немного но при нагрузке получилось вот такое но конечно из-за этого под ногтевые мозоли озверели пуще прежнего короче пара тройка трех таких маникюров и вообще-то можно уже к подологу записываться не за эстетикой с проблемами но как я уже сказала один раз ничего не будет зачистим от растет так что снимаем старое покрытие тереги по черновому я убираю той же твердосплавной фрезой и еще чуть-чуть налипшую кутикулу ей уже приподнимаю а еще агро белые боковушки и лишнюю дыбу тоже можно подрезать этой фрезой для таких работ она не предназначена но можно если осторожно а и и а и и и и и и Доотклеиваю кутикулу скретчера Masha Create. Глубокий педикюр мы, конечно же, не делаем, но кутикула прилипла сильно, она объемная и еще чуть-чуть подвинуть ее очень даже можно. Начинаю обработку красной фрезой. Основное мы убрали твердосплавом, ну а сама кожа на ногах тонкая и нежная, даже несмотря на мозоление. И в моем случае синяя фреза была бы жестковата, хотя для боковых валиков вообще на самый раз была бы, но я справлюсь и красной. Мозоли сухие и я в большей мере их выпиливаю. Также аккуратно заводя кончик фрезы запиливаю и потрепанные нижние параллели, до точек в роста перепиливать не нужно. То, что не удается допилить, перерезаю кусачками, но так, чтобы носики полотен выходили за пределы ногтя и кусали воздух, для того, чтобы не оставлять осколков. Кутикулу в педикюре срезаю преимущественно кусачками. Все, смываем пыль и наслаждаемся чистотой. Сделаем покрытие. Ногти дегидрирую и наношу тонкий слой прозрачной базы, просто для хорошей адгезии. Теперь беру акриловую кисть, у меня она вообще акригелевая, но я расплющиваю в данном случае кончик сухой кисточки и вот, пожалуйста, получается кисть для градиента. Да, у меня с собой очень ограниченный список материалов и прочие ногтепильные утвари, но немного смекалки и вот мы уже делаем градиент цветными базами. Поочередно просушивая каждый, наношу на ногой три цвета. Персиковый у кутикулы, васильковый на кончике и переходной цвет делаю розовый. Продолжение следует... В педикюре мы больших объемов гирлака не делаем, поэтому заранее оцените свои базы, а достаточно ли они пигментированы для того, чтобы получился насыщенный градиент в тонкий слой. Из интересненьких материалов у меня с собой есть матовый топ с мелким шиммером, сюда как раз отлично вписывается. Так по-весеннему получается, что аж настроение поднимается. Педикюр напомнил мне, что уже оказывается весна в самом разгаре, а то я как-то мыслями все еще в феврале застряла, а весна пробегала где-то мимо. Но с таким педикюром мы ее обязательно догоним. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok